Аленка мохнатая или бронзовка – достаточно крупная для жуков насекомая, предпочитающая селиться в степных и лесостепных зонах. Как предполагают ученые, родиной этого вредителя является Азия. В связи с изменением климатических условий, за последнее время территория обитания Аленки мохнатой стала расширяться. Бронзовка мохнатая все чаще встречается и на территории Абхазии. По результатам наших обследований, мониторингов систематических, проведенных на нашей территории, жук довольно давно повсеместно встречается в Абхазии. Если вы помните, был случай, несколько лет тому назад, когда появление золотистой бронзовки, уже совершенно другой вид, когда эта бронзовка золотистая наносила очень значительный ущерб насаждением кукурузы. То есть, вот она одна из тех видов, которые относятся к группе бронзовок. Аленка мохнатая, покрыта волосками, желтыми и белыми пятнами на надкрыльях. Насекомые цветае. Наибольшую активность жуки проявляют в дневное время с 10 до 15 часов. Зиму они проводят в глубоких земляных норках, из которых начинают выбираться ранней весной. Основной вред бронзовкам мохнатая наносит бутоном, обгрызая лепестки, воедает тычинки, пестики. Повреждает цветки, а повреждает во время, только как персики начинают зацветать, в начале всего зацветает персик, затем уже яблони и груши и все остальное. Сам жук зимует в почве. Зимуя в почве, она откладывает яйца почти от 15 до 20 штук. Затем через 7-8 дней появляются уже личинки. Появляются личинки. Находясь в почве, в личиночной стадии, она питается, не нанося вред совершенно растению, именно этими растительными остатками, гумусом или перегноем. Способы уничтожения жуков-цветоедов зависят от различных факторов, включая площадь участка поражения. Борьба с соленкой мохнатой затруднительна. Обусловлено это тем, что нельзя использовать химикаты, так как они могут навредить и пчелам, которые активны в этот период. Борьбу с вредителем нужно начинать с обработки грунта, говорит Майя Шинкуба. Вначале провести такую сплошную перепашку почвы, дальше обязательно обработать грунт. Препараты, которые используются от вредителей, это инсектициды, можно использовать такой препарат, вот именно для обработки грунта. Использовать там Актору, Дециспрофи, только в нужной концентрации, потому что обработка грунта даёт возможность именно жук, находясь в почве в личиночной форме, губительно действовать на жука-вредителя. Есть даже и такой метод, что некоторые у себя в садах, вот, большей частью появляются они в поле, да. Там, где поля, там большая численность этого насекомого. Некоторые проводят, например, опрыскивание растений водой. Ну, это как бы примитивно, но хотя этот метод тоже некоторыми садоводами применяется. Опрыснули водой, а дальше руками собирают жуки. В случае, если вредитель уже замечен на цветах, то дерево необходимо обрабатывать инсектицидом калипса. 80% всего опыления, что происходит на растениях, это благодаря пчёлам. Поэтому, чтобы не навредить пчёлам, шмелям, нужно именно использовать этот препарат. Препарат, именно, он является контактно-кишечным, системного действия. И нужно его использовать именно в рекомендованных нормах расхода. 2 мл на 10 л воды. Мигрирует Аленка Мохнатая, перелетая с растения на растение. Попасть на участок личинки этого вредителя могут и через покупку необработанного грунта или новых саженцев.